здравствуйте с вами снова история дона и наша тема сегодня невероятно хрупкая невероятно красивая это фарфор бытовые предметы которыми пользовались ростовчане жители донского края каждый день а может быть и по необходимости какой-то приятный по особому случаю например для вареников ну к вареникам мы еще подойдем а можно в нескольких словах как собиралась как создавалась эта коллекция и как правильно ее смотреть что может понять посетитель по нескольким тарелкам или молочнику что он может узнать добрый день сама коллекция фарфора нашего музея начала формироваться после того как музей начал оправляться от нанесенного колоссального ущерба после великой отечественной войны экспонаты с которых началось возрождение коллекции фарфора фонда фарфора были переданы государственным эрмитажем мы на них обязательно сейчас подробнее остановимся и в дальнейшем это закупки у населения это принесенные переданы в дар нашему музею предметы экспонаты наша керамика на и вот таким образом огромное количество экспонатов из которых после того как мы въехали в этот замечательный особняк купца солодова владельца мукомольной фирмы было принято решение разместить наиболее интересные экспонаты наиболее интересные предметы которые помогут понять не только быт и как и чем пользовались с чего ели и пили а еще и историю фарфора вот практически буквально от 18 века до века 21 от европейского фарфора и конечно очень подробно история фарфора русского фарфора российской империи как он создавался фарфора советского времени и фаянс здесь не только фарфор очень много и фаянсовых предметов и заканчивая сувенирной продукции наших предприятий вот наших знаменитых семи каракор там где есть даже сувенир олимпиад вот это уже бег наш 21 начнем наверное самых старых экспонатов самых ранних самых хрупких вот я вижу за моей спиной в витрине чашечка она буквально собрана да из фрагментов это хвала честь нашим реставраторам потому что и сам предметы хрупкие и достаются и в процессе эксплуатации могу какой-то ущерб им нанесен и вот нам приносит именно такие предметы но реставраторы наши стараются самая первая витрина это история прежде всего история фарфора вот если посмотреть наверх на самую верхнюю полку это япония и китай ну сразу видно по иероглифам по тем изображениям который на этой посуде на тарелках и чашках блюдцах и здесь иллюстрация истории как появился фарфор вот особенно глядя на эту чашечку я прямо сейчас смотрю и видно ее просвет вот собственно то что отличает фарфор белая прозрачная и это глина потому что фарфор это глина это специально подготовленная глина это вот тот самый секрет который очень долго скрывал китай ну китай много чего скрывал ты сейчас он нам производит все а тогда держалась с острожайшим секрете и в европу фарфор который из китая проник в японию а в саму европу европейцам он достался только в 1708 году знаменитый мейсоновский саксонский фарфор и европейские производители это германия германские земли которые так и не были еще объединены вот эти все княжества немецкие мейсоновский фарфор о нем хочется отметить следующее о том что 40 процентов мейсоновского фарфора в царствование екатерины второй поставлялась в российскую империю практически половина его шла в россию это великобритания и франция вот здесь представлены такие образцы европейского фарфора они не столь конечно древние это не восемнадцатый век но это девятнадцатый век вторая половина начала девятнадцатого века начала двадцатого века который иллюстрирует в принципе вот то чем пользовались в быту чайные кофейные чашки блюдца части сервизов молочники очень много посуды связанной с напитком который мы не будем произносить связано с европейскими странами посуда из которой его употребляли в германии в частности вот она сразу настраивает налад это европейской страны одной из крупнейших производителей потребителей этого же напитка вот такие русские производители и фарфор фаянс который разливался этот напиток и европейская мода на китай и японию частности вот такие предметы это на то что выпускали под китай под японию вспоминаем опять же времена екатерины второй которая почитала китайских философов китайскую культуру вспомним знаменитые чайные произведения архитектуры в дворцах приградах санкт-петербурга и эта история подводит нас к появлению фарфора в российской империи фарфора в нашей стране вот из всех экспонатов которые я вижу здесь лично мне интересно потрясающе вот это блюдо на котором написано хлеб соль это какое-то традиционное блюдо для выноса каравая именно так блюдо для в каравая блюдо для выноса хлеба и соли по русской традиции и мы стоим у двух витрин которые нам повествуют историю о появлении фарфора в россии в российской империи у нас на родине в нашей стране и проведем мостик даже между ростовом и шотландией я долго думал как бы связать наш город шотландию фарфор появление фарфора промышленного производства фарфора в российской империи и чего уж придумывать чем франц яковлевич гарднер создатель первого в российской империи промышленного производства фарфора сосредоточенного в частных руках шотландский купец который до последнего не принимал российского подданства приехавший в россию занимавшийся коммерцией и торговлей и в какой-то момент понявший что надо перебираться из столичных площадей и улиц санкт-петербурга в москву где меньше конкуренции смекнул шотландец поменял свое имя с фрэнсиса на франца яковлевича чтоб как на немецкий лад как привыкли к немцам больше чем шотландцам и франц гарднер вербилках сейчас это один из районов подмосковья недалеко располагались залежи той самой глины а предприятие которые производили фарфора располагались как правило там где были месторождения местной глины которую использовали для производства фарфора и вот тот самый шотландец франц гарднер с 1766 года в россии открывает в вербилках предприятие по выпуску отечественного российского фарфора это было крупнейшее частное предприятие по выпуску фарфора в российской империи и вот этот образец блюда с надписью хлеб соль произведены правда более в позднее время это уже начало двадцатого века в стиле под старую россию который тогда был моден царствование александра третьего и произведен на том самом предприятии франца гарднер она ноживо до сих пор теперь называется предприятие вербилки символ его замечательный лось из местных лесов а сам франц гарднер и шотландия близки к нам почему потому что наш город побратим глазга города побратимы до сих пор существуют со связан с ростовом связан с нашим городом и наверняка какая-то часть фарфора производимого на предприятии франца гарднера должна была продаваться в ростове была привозима дома ростовцев и пользовались пользовались повседневным быту ну а сам франц гарднер прославился тем что выпустил знаменитые императорские орденские сервизы ну насколько я понимаю поправьте если ошибаюсь вот это и есть тот знаменитый орденский сервиз часть часть орденского сервиза количество на 100 персон на 200 персон на 50 а как эти предметы попали в ростов-на-дону эти предметы попали в наш город возвращаемся но история наша такая ничего не поделаешь и об этом надо постоянно напоминать попали по причине разграбления музея гитлеровскими немецко-фашистскими захватчиками когда город находился в оккупации и во время боев за освобождение нашего города вот скоро очередная годовщина в 1943 году вот в февральские дни когда наступала красная армия на гитлеровцев в ростове вы вытесняла их из ростова то все было упаковано заботливо германским командованием и вывезено в неизвестном направлении уж сколько там чего было мы не знаем потому что не сохранились документы но после того как отсюда были выбиты гитлеровцы оказалось что на 99,9 процента из нашего музея было вывезено все практически полностью осталось только три предмета и после военные годы советским правительством была принята и реализовывалась специальная программа восполнение музейных фондов российской федерации тех городов и регионов которые наиболее пострадали от гитлеровской агрессии и в этой программе в середине 50-х годов такие крупные музеи как государственный исторический музей государственный эрмитаж передали достаточно большое количество предметов нашему музею и вот часть их это переданная нам из эрмитажа из ленинграда тогда из санкт-петербурга из одного из центральных и крупнейших музеев нашей стороны части двух орденских сервизов производства фирмы франца гарднера вот так орденский сервиз часть орденского сервиза вот то что мы с вами видим часть сервиза александра невского часть сервиза ордена святого владимира а пока оказалось у нас в ростове попала к нам и мы можем ее видите выставляем именно здесь название произошло я так понимаю от изображенного ордена да на предметах а что это за ордена но это не просто на изображение ордена первым орденским сервизом выпущенным францем гарднером за что он удостоился чести похвалы и привилегий от императрицы екатерины второй а в это время гарднер пошел на такой коммерческий ход когда его завод его предприятия находилась но практически на грани банкротства он выпустил партию орденского сервиза ордена святого георгия победоносца а посвящены эти сервизы эти предметы не только собственно ордену который мы здесь видим здесь и орден который носился на шее и звезда ордена которая крепилась на грудь кавалера такие сервизы предназначались для собраний для обедов кавалеров таких орденов до император императрица собирали кавалеров орденов и они должны были есть и пить из посуды на которой был изображен символ этого ордена и вот такая история связана с производителем с императором с императрицей екатериной второй с эрмитажем с великой отечественной войной и вот мы видим как выглядела та часть сервиза которые пользовались вот очень интересные ручки ножей и вот специально был помещен сюда нож потому что они были отсутствовали переданы именно в таком виде многие посетители спрашивали что это за часть это нож который пользовались во время обеда вот такие тарелки которые подавались блюдо вот так это выглядело и здесь два сервиза точнее части сервизов они неполны что они состоят из огромного количества предметов это орден александра невского и орден святого князя владимира императорский фарфоровый завод то предприятие которое в российской империи создавалась по названию императором императоров и обслуживала потому что поставщик во дворец поставщик фарфора который был произведен в россии произведен для российских правителей для императора и его семьи и вот такие предметы находились на столах в зимнем дворце в других царских резиденциях и эта история с появлением и изобретением производства фарфора в российской империи связана она с именем знаменитого человека который придумал производство фарфора в россии это виноградов имя это многим известно это соратник сподвижник ломоносова который учился в европе и приехав в россию благодаря ему мы получили производство отечественного фарфора в санкт-петербурге где и действовало это предприятие императорский фарфоровый завод продукция императорского фарфорового завода она предназначалась действительно для императоров вот если заглянуть под один из этих предметов там можно увидеть даже вензель одного из императора это император николай второй то есть начало двадцатого века такая продукция поставлялась ко двору императоров и по сути только в советское время когда завод был национализирован был переименован в ленинградский фарфоровый завод эта продукция получила выход для широких слоев общества ее можно было приобрести практически всем советским гражданам она была разная по исполнению и по оформлению а вот продукция другого знаменитого производителя российской империи действительно была доступна всем этот производитель ориентировался на все слои населения проживавших российской империи это знаменитое товарищество кузнецова а знаете что было бы интересно узнать и мне и думаю телезрителям каким был ростов начале двадцатого века в конце девятнадцатого в тех вопросах которые казались касались быта то есть вот кто мог позволить себе приобретать такие вещи фарфор или фаянс что считалось престижным например можно ли было судить о достатке семьи по той посуде которая стоит в буфете которая ставится на стол но безусловно да хотя к началу двадцатого века наши производители наводнили фарфоровыми и фаянсовыми изделиями магазины где торговали посудой керамикой фарфором и фаянсом и к началу двадцатого века наши земляки ростовцы могли себе позволить купить к продукцию разного качества разную по оформлению и вспомним те же самые казачьи горки где выставлялась посуда и по этой посуде придя в дом вот в этой горке стояли супницы чем богаче была украшена супница тем понятно было что хозяйка куриня и выставляя эту супницу понимали что это не фаянс а фарфор и куплена она подороже и возможно даже европейские производители мог казак где-то прихватить на чужбине приобрести привести на дон ну а на самом деле магазинах было уже к этому времени много русского много отечественного много фарфора который производился в российской империи с 18 века был сделан такой достаточно сильный мощный ощутимый рывок в производстве вот те же кузнецовы тот же кузнецов матвей сидорович кузнецов он наводнил своим фарфором российскую империю если при екатерине второй практически половина фарфора саксонского привозилась в россию то теперь это было и ближнее зарубежье как мы говорим сегодня которые покупали российский фарфор и в домах ростовчан был этот фарфор он был разный кузнецов сделал ставку на то что он был разным по качеству разные по оформлению но позволить его могли себе все слои горожан те кто проживал в ростове от самых низших сословий которые пользовались но практически самой дешевой посудой и до дворян до зажиточных и богатых ростовских купцов которые пользовались более изящными изделиями несмотря на существующие не отменявшуюся практически никогда воду на то самое зарубежное что якобы германские или английские или французские производители с их изящными произведениями могли чем-то быть лучше по качеству того же кузнецовского фарфора вот знаете что интересно а были ли подделки это такая современная достаточно тема до подделывали ли ты в лифту время фарфор но что касается фарфора и фаянса вот с этим было достаточно трудно возиться потому что само производство она достаточно громоздкая это сегодня есть возможности купить печь купить в стране которая производит на сейчас все и заказать на различных доставках это все буквально к себе домой и начать выпекать изделия то тогда нужно было строить печь нужно было подготовить специально глину потому что она готовилась по-разному фарфор был тоже раз да 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 возиться и городить огород из-за покупок глины и произведения потом из нее чашек или тарелок нет просто хватало производителей которые охватывали достаточно и большой сегмент рынка захватывая и скупая кстати предприятия своих предшественников конкурентов и развивая производств таким образом что внедрение новых современных технологий вот сейчас мы поговорим о кузнецовых там действительно так и было то есть вот эти современные по тогдашнему времени но вот сто лет назад технологии они дали возможность насытить рынок рынок насытили заняв практически все ниши и более мелкие предприятия их потом просто покупал ну тот же кузнецов обращая их в свою империю знаменитое товарищество по производству фарфоровых и фаянсовых изделий да фаянс был подешевле эта посуда была дешевле но на самом деле рынок был насыщен тот же кузнецовский фарфор давал возможность купить себя практически всем матвей сидорович кузнецов легендарное имя производителя фарфора в российской империи вот он именно сделал то что и позволило насытить рынок насытить магазины и эту качественную продукцию иметь в домах всех слоев всех сословий российской империи кузнецов делал ставку на производство разного фарфора и фаянса причем это не только изделия которые мы видим здесь это и наши привычная нам сантехника ну собственно раковины и другие предметы быта не не столь она часто встречаем в коллекциях но тем не менее и эти предметы которые мы пользуемся несколько раз в день имелись в производстве кузнецова кузнецов использовал современные методы и технологии но сегодняшней точки зрения перейти с дров на торф и каменный уголь для того чтобы увеличить температуру запекания фарфора и тем самым увеличить производительность но тогда это было совершеннейшим ноу-хау который подсказывали тогдашние управленцы и со временем кузнецовы начали учить считать своих детей потому что до этого деньги в несколько раз разбрасывались по мелким предприятиям предприятия начинали прогорать были попытки вернуть их в прежние состояния но удавалось это с большим трудом поэтому приходилось переводить в новые места и использовать вот те самые новые технологии технологии даже тем что чем-то пили печи что еще придумал кузнецов подсмотрев за рубежом на небьющуюся посуду толстостенные чашки толстостенные блюдца которые очень часто использовались в россии но вот те наши знаменитые трактиры самовары в которых подавали чай и он стал производить вот такую небьющуюся посуду сожалению время наше подходит к концу но поскольку мы сегодня здесь около красивой посуды вот какой вопрос я не могу не задать не так давно ростов и другие города до нашего края отгуляли старый новый год и у нас есть традиция которая нас отличает от всей страны это знаменитые вареники а вот подавали ли вареники на этой красивой посуде либо на другую тогда сто лет назад более чем сто лет назад если подавали только была ли эта традиция вероятность велика что на таких блюдах подавались вареники на том же кузнецовском фарфоре и фаянсе подавались они вот по нашей южно-русской казачьей традиции которая действительно чем севернее тем варениках мало знают и наши вот эти гадания сюрпризами это наша традиция а сами вареники но даже те что мы сейчас воспринимаем как наши традиционные вареники вареники сюрпризом гадания на этих варениках у казаков это были ленивые вареники когда картошка смешивалась с луком и все это вмешивалась в тесто раскатывалась на такую колбаску она резалась и бросалась прямо в воду потому что хотела быстро и дешево казачки делали это быстро потому что вылепить как красиво голодного мужа покормить сейчас да 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 а сама традиция связанная с гаданием это святки мы от рождества до крещения в святочных днях пребываем поста в среду пятницу не полагалось и насыщаться разными блюдами но это должны были быть блюдо мясные рыбные потому что закончился рождественский пост и тут гадание святочное гадание связано с теми сюрпризами которые стали заворачивать в те самые вареники а сама эта традиция это малороссийская традиция эта традиция которая пришла на малороссийские земли и к запорожским казакам а также которые взаимодействовали здесь и с нашим донским казачьем и часть это же запорожские казаки наши донцы которые пришли с берегов днепра и оседали здесь эта традиция турецкая когда-то в турции производились такие пирожки из постного теста с говядиной а наша начинка это те же самые малороссийские украинские шкварки это картошка лук капуста уже фантазия и ягоды но наш вишня традиционная вишня то начинки в принципе те же традиционные на которых также можно погадать связано со святочными гаданиями и вот такую красивую подачу это можно было и облечь подать к столу спасибо большое спасибо что остается пожелать телезрителям удачи в наступившем новом году